Годом общественных организаций объявлен новой 2016-й общественной палатой Щелковского района. За прошедшие месяцы общественники стали не только посредниками между жителями и властью, но и одной из основных движущих сил. Итоги развития гражданского общества в 2015 году представители палаты подвели в рамках конференции. За прошедший год члены палаты приняли участие в самых различных социально-экономических процессах. От благотворительных акций до проверок работы администрации поселений района. Когда проверяем мы определенные поселения по тем или иным направлениям, встречаемся с жителями, назначаем туда общественную проверку. И по итогам наших проверок мы не карательный орган, но мы, условно говоря, рекомендательный орган. Но мы обращаемся к руководителю администрации, к председателю совета депутатов, главе городского поселения. Мы здесь главе Ощелковского муниципального района с нашим видением проблем в том или ином поселении. Также под эгидой общественной палаты начали действовать новые объединения, которые, по мнению общественников, необходимы в жизни населения в данный период. Так, проблемами сферы ЖКХ и координации деятельности Советов многоквартирных домов теперь занимается районная организация с говорящим названием «Управдом». Это и многое другое внесло свой вклад в тот факт, что премию губернатора «Прорыв года» в номинации «Гражданский диалог» получил именно Щелковский район. Хотелось бы утвердить, что когда я пришел в Щелковский муниципальный район, если бы не ваша общественная поддержка, если бы мы не выстроили тот диалог, который позволил позвать здоровые силы к совершениям, у нас бы ничего не получилось. Открытое взаимодействие властей и населения уже привлекло в Щелковский район и других представителей общественных движений. Так, в рамках встречи важную новость озвучил актер Евгений Воскресенский. Хотим сделать здесь модельный концерт по малой имущей граждан, по пользу инвалидов и детей с ограниченными возможностями. Хотим сделать концерт, который пройдет у нас здесь, в Щелковском театре, у вас 12 марта. На перспективу, по мнению председателя общественной палаты, работы еще больше. Не зря 2016 объявлен годом общественных организаций. Орган планирует составить подробную характеристику потенциала различных объединений района. Всего их сейчас порядка 60. В конференции участие приняли 36. В дальнейшем взаимодействие организации, координацию их действий и взаимную поддержку палата рассчитывает организовать на базе единого общественного центра, помещение, под которое уже планируют выделить по адресу Центральная 53. Создание такой структуры также поддерживают многие другие организации. То, что сейчас создается, это позволит отработать механизм передачи вот этих 30% функций на будущее. И мы уже будем готовы, когда возникнет такой вопрос, это все равно спустится на места. Мне кажется, это огромный плюс, потому что, опять же, мы можем выстроить диалог как общественники, найти общие точки соприкосновения, сотрудничеству, использовать ресурсы друг друга. Потому что у каждой организации есть свои плюсы. У кого-то есть, например, денежные средства, у кого-то есть, опять же, как у нас, прям молодежь, кадры. И вместе мы можем сделать что-то большее. Как никогда сегодня надо консолидироваться. Поэтому параллельно и возникают вот такие идеи о создании общественных центров. Для того, чтобы мы, общественники, общественные организации могли пользоваться, использовать взаимный ресурс. Потому что сама общественная организация, к сожалению, она не спонсируется, она не производит никаких денег. Это очень сложно. Давайте использовать взаимный ресурс. Также в рамках встречи представители смогли обсудить различные проблемные вопросы в сферах ЖКХ, здравоохранения и образования.